Только в таком союзе участковые, патруль ДПС и представители диспетчерских служб такси можно противостоять нелегальным извозчикам на городских дорогах. Чтобы потеснить бомбил, в выходные они устроили контрольную закупку или ловлю на живца. Каким был улов и почему нелегалам быть выгоднее в специальном репортаже Ирины Потехиной. Просто знакомый подвозил. Знакомый, вот знакомый ваш. Вот этот знакомый говорит, что он вас не знает. Данный рейс ваш был оплачен? Да, на рейс был оплачен. То есть вы осуществляете перевозку пассажиров в коммерческих целях? У вас есть лицензия на данный вид деятельности? Вот так, кого не останови, подвез знакомых, деньги не брал и вообще никогда не таксую. Доказать, что поездка в автомобиле была не дружеской помощью, а платной услугой, могут только пассажиры, которые отдали водителю деньги. Но зачастую, говорят полицейские, терять время люди не хотят. А потому бомбилы спокойно возвращаются на точку и ждут следующих клиентов. В сказку объяснение для полицейских и журналистов они даже не вносят никакого разнообразия. Зачем? Ведь и так срабатывает. Ну а если вдруг случается осечка, в ход идет еще одна домашняя заготовка. Мол, не виноватый я, клиент сам деньги положил. Дим, деньги платил? Да. Какой да? А что, сколько заплатил? Я не знаю, положил 100 рублей. А что, часто так кладут? А? От доброты душевной? Да, конечно. И часто так кладут у нас деньги в городе. За красивые глаза вам положили? Наверное. Далее все как один сетуют на сложную жизнь, маленькие зарплаты и высокие цены. Еще излюбленное утверждение, что извозом занимаются только в свободное от основной работы время. Поэтому устраиваться в диспетчерскую службу такси, то есть соблюдать хоть какие-то законные рамки, смысла нет. Между тем, таких вот подработчиков среди таксующих братьев в городе абсолютное большинство. Приблизительно вот в городе около тысячи таксистов, где-то вот, около тысячи плюс-минус там 200 человек. То есть волнообразно они плавают. Ну и считайте, что 300 человек только на сегодняшний день оформились. То есть это, скажем так, одна пятая даже быть, ну да, одна четвертая оформилась легально. А остальные в тени находятся. Сегодня в тень уходят и те водители, кто поначалу поверил в 69-й федеральный закон о такси. Когда он был принят в 2011 году, со скрипом, медленно, но люди начали открывать индивидуальное предпринимательство и работать, отчисляя деньги в пенсионный фонд и налоговую инспекцию. Прошло полтора года и время показало. Те, кто просто выезжал на линию и работал чисто на себя, по всем статьям оказались в выигрыше. Мы считали, что первый год, первый год легально, если ты оформился, ты по сравнению с нелегалом, в среднем 80 тысяч теряешь за год. 80 тысяч. Сейчас получается, что пока честный водитель оформляет документы и стоит в очереди к медику, бомбила, зарабатывает деньги. И наказание за это фактически не несет. По данным полиции, на сегодня в ноябрьске за незаконную предпринимательскую деятельность оштрафован всего один нелегальный извозчик на 2 тысячи рублей. Максимальная сумма штрафа за это правонарушение 5 тысяч, но и эти деньги, говорят специалисты, просто смехотворны по сравнению с теми, что за какое-либо нарушение придется заплатить диспетчерской службе или тому же таксисту с лицензией. Вот сегодня была, значит, контрольная закупка проведена. Значит, штраф, если взять, соизмерять на предпринимателя, который будет работать у нас с вами вполне официально, легально, какой штраф. И штраф как на физическое лицо. Это, ну, в районе 10 раз пляшут. Поэтому, как вы думаете, куда пойдут люди? Последним аргументом для того, чтобы перейти на сторону нелегальной рабочей силы, для многих официальных таксистов стало недавнее повышение выплат по страховым взносам. Они увеличились раза в два и одновременно увеличился поток людей, которые закрывают индивидуальную предпринимательскую деятельность. К тому же регулярно отслеживать, в каком статусе человек выехал на линию, в общем-то некому. Если раньше, говорят полицейские, в городском ОВД был целый отдел, который занимался правонарушениями по части административного кодекса, то сегодня это фактически еще одна задача для участковых инспекторов. А когда на таксистах ничего тяжелее забытых в авто сотовых телефонов не числится, вряд ли в правоохранительных органах на них будут обращать особое внимание. За исключением таких вот рейдов с подсадной уткой, когда добыча сама в руки едет. Исходя из численности полиции на сегодняшний день, да, и задачи-то есть разного плана. Очень много обязанностей на полицию, в том числе по административному законодательству, проставляются. Приоритеты, какие направления более важны, какие не важны. Эта проблема сейчас обозначилась там остро, сейчас будем заниматься этой проблемой. Ну, не упускать извиты и другие, понимаете. И последнее. Представители диспетчерских служб, которые пытаются втиснуть работу городских такси в законные рамки, уверяют, что такие рейды на регулярной основе – почти единственная действенная мера воздействия на нелегалов. А их минут за 30 легким движением руки добровольные помощники остановили не меньше десятка. Ирина Потехина, Григорий Куруптев. Новости нашего города.